здравствуйте друзья сегодня мы с вами рассмотрим вместе два масляных фильтра они ставятся на многочисленные модели toyota при том у обоих пересекаются эти модели часто вот единственное что видите слева у нас не то 4 т.п. 124 справа у нас не то 4 т.п. 121 и отличие то у них чем вот видите с металлическим основанием а этот подготовлен к втор переработки у него такая фишка называется кофикс то здесь такой залитый ну как текстолит картон залиты какой-то клеем или смолой вот очень много на форумах споров что вот этот якобы в китае сделано этот там японии нет они оба сделаны в японии вот мы тенджа по наведите на корпусе здесь тоже самое то есть оба они сделаны в японии никакого китая тут нет просто вот один под я не подготовлен доктор переработки на другой подготовлен модели у них как я уже наверно сказал забыл пересекаются с друг другом то есть на тойота там марина к примеру они оба идут на сели китом то есть тут так вот есть у них там точки соприкосновения скажем так но и давайте вот фильтрующие катушки допустим у 124 как видите очень много уложено фильтрующего материала он толстый волокнистый видите на здесь немножко укладка другая материал тоже толстый волокнистый в принципе когда соотносимые вроде но это мы потом сравним перепускной клапан здесь одной дырой здесь перепускной клапан встроен видите на он встроен вот в эту вот пластинку низкого профиля разборный единственное что тут фильтрующего материала то может и много кажется да вот для вас смотрите видите глубина складки какая то есть это нужно все разрезать замерять и сравнивать по поводу противодренажных клапанов противодренажные клапаны на вид одни и те же если даже 4 т.п. 121 и здесь у нас где-то вот здесь 4 т.п. 121 они вроде бы одинаково но шрифт шрифт у них немножко разный и сами они разные сейчас вот обратите внимание вот этот я согнул видите он он тоже легкий он не резину он такой знать как силикон эластомер как бы хорошо срабатывает все мягонький такой но вот этот вот раз да то есть он лучше как-то выпрямляется чем вот это тут то есть у них разное видимо какое-то наполнение ну в принципе оба я бы на четверку там пятерку был пятерку до поставил на на бой в этого тоже он весь мягонький он не резиновый тоже просто видимая не знаю разные партии могу объяснить это так вот что касается резьбы либо нарезана обоих фильтров очень чисто с торца заусенцев нет видите на вот то есть в принципе то разница наверно будет только фильтрующем материале большой разницы нет перепускной клапан здесь одной дырой там как видите много таких дырочек до с обратной стороны вот такой то вы все уже видели сто раз на фотографиях вот такой перепускной клапана здесь вот простой но тем не менее оба они рабочие бы что сказать нечем да кстати нужно обозначить резинка уплотнительная резинка круглого сечения мы конечно не круглого сечения то мы так уже говорим просто она такая вот видите белый тальк то есть она как бы не то что смазана но такая мягкая до мягко вполне здесь у нас все то же самое как видите тоже тальк но и все равно смазывать надо вот это же такая в миру мягкая одинаковая не в общем разрезал я фильтрующий материал в обоих этих не то 124 121 получается что несмотря на то что катушка то высокая фильтрующая но глубина складки не очень в этого глубина складки у 121 намного глубже да ну и увидите даже по сердцевине сердцевина широкая сердцевина поуже и в общем что получается получается что фильтрующего материала вот именно полезной площади фильтрации у этих фильтров одинаково одинаково несмотря на то что тот что фильтр слева 124 больше в корпусе а тут что справа ecofix меньше в корпусе в размерах вот а фильтрующего материала то получается одинаково но в чем разница я измеряю полезную площадь фильтрации то есть отрезаю вот здесь отрезаю вот здесь там вот как видите у нас залито герметиком определенные скажем так миллиметра два например здесь здесь миллиметра 2 вот буртики их можно считать можно не считать так вот если их считать вот это и вот это расстояние то у этого фильтра площадь больше чем у этого а здесь получается буртиков нет клея нет герметика не заклеена он получится как в поин видите на поэтому я отрезал вот ровно без бутиков и поэтому здесь получилось больше вот но к если счет если вот брать честно по полезной площади фильтрующего материала то вот у этого больше фильтрующего материала то есть вот так вот мы считаем я так считаю если брать вот с заклеенным там залитым герметиком там и так далее то этого больше вот так здесь я ведь смотрите отрезаю не ровно то есть вот видите да все равно там вот чуть-чуть хоть и залито но чуть-чуть все равно еще там миллиметра 2 еще остается наверно поэтому можно в принципе сказать что равно да можно сказать что равно несмотря на то что этот выше этот ниже летущий материал у них примерно одинаково принципе оба считаю имеют право на существование оба можно ставить обоим фильтром я поставил пятерку и вообще поставил бы знак равно в принципе но компакт не конечно вот этот вот и высокотехнологичный тоже он то есть это у нас 121 124 это просто обычный фильтр кстати они и стоят одинаково в емиксе они стоят там раза разница у них 6 рублей вот что-то около 300 помнили 200 ну в общем не помню уже но помню что стоят они примерно одинаково то есть практически разницы никакой нет берите то что вам душе лежит то и берите фильтра одинаково экологические примочки они как бы вас не должны волновать это уже ну как всем нам ростить детей как говорится на этом земном шаре поэтому они и нас должны волновать но вообще по сути у нас то никто не утилизирует эти фильтра и кофикс и у нас это все не работает но тем не менее высокотехнологичный конечно этот фильтр он меньше в нем больше фильтрующего материала лучше противодренажник чуть-чуть про перепускной но остальное все одинаково всем спасибо за внимание пойду клеить ролики сзади отчет новой клубе до свидания